Мои дорогие, всем привет! Я очень рада видеть и приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу разобрать вместе с вами фильм «Красотка на всю голову» 2018 года. Это у нас будет такая, знаете, болталка скорее про то, как очень важно в нашей жизни именно самоощущение, в нашей самооценке, в уверенности в себе. Когда есть вот это классное самоощущение, есть все. Это достаточно заезженная фраза, что все у нас в голове. Это все слышали, это все знают, но не все понимают, как, собственно, добиться того, чтобы в этой голове все, наконец, стало нормально. Так вот, я предлагаю в первую очередь, посмотрите этот фильм «Красотка на всю голову» 2018 года и вернитесь к просмотру этого видео. Или, например, если вы хотите сейчас послушать, а сам фильм посмотреть позже, окей, без проблем, я буду вставлять какие-то интересные классные отрезки из этого фильма. В общем, я думаю, вы и так все поймете. Как я и говорила, весь фильм абсолютно построен на самоощущении. Сюжет таков, что девушка, у которой абсолютно нет какой-то уверенности, какого-то самоощущения, идет в спортзал, садится на велотренажер, начинает так вот его сильно энергично крутить, падает, ударяется головой. И, очнувшись, она становится такая вся уверенная в себе, там такой фрагмент «Какая у меня грудь! Какой у меня живот!» В общем, что тут я буду рассказывать и пародировать? Посмотрите. Что? Господи! Вы это видите? Да. Взгляните на меня! Какой у меня овал лица! Нет, я всегда хотела, чтобы это случилось. Моя мечта исполнилась! Я никогда не думала, что такое возможно! Посмотрите, какая у меня грудь! Какой у меня зад! Я ведь это просто красотка! В самом начале показывает, как она живет, каким говном, так скажем, она себя чувствует, прям она видит, что... Я прям вообще никакая. Потом, естественно, после удара головой она вся такая прям... Сасочка такая, очень уверенная, классная. И потом, под конец фильма, она опять ударяется головой в душу уже. И после удара, очнувшись, теряет полностью все самоощущение. И уверенность ее уходит. В этом фильме очень круто показан контраст, что выглядит она абсолютно так же, но при этом контраст фильма... Я такая страшная, я такая некрасивая, убогая, не уверена, эта фотография не получилась, потому что на ней я... Ааа, я такая классная, я такая красивая, я такая сексуальная, я такая прям... Понимаете? Вот контраст. Там в момент того, когда она обрела вот это самоощущение, там такой просто ржач, потому что она прям насильно в химчистке познакомила, буквально познакомила с собой парня. И потом, можно сказать, насильно влюбила его в себя. Да, 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 я знаю, ты стесняешься, я тоже такая была, вот, держи мой номер, да, давай, обвиняемся, набираем ее. А он сейт, она ему вообще не понравилась, она ему неинтересна, но у нее даже нет мысли в голове, что вот такая вот вся штучка может кому-то не понравиться и кому-то быть не по вкусу. И там очень классный показательный момент, когда они, значит, с этим парнем, она заставила встретиться и пойти, так скажем, на свидание. Они идут вместе, и она видит, что в баре проходит конкурс бикини, и она так и смотрит, такая, конкурс бикини, я должна там быть. Конкурс бикини, я должна быть там. Ты уверена, что хочешь участвовать? Там дальше бар есть, где сегодня танцуют латину. О, надо потом и туда сходить. Да, может, сейчас? Сюда. Здесь занято, нет? Уверена, что здесь не занято. Да, ведь уже началось. Знаешь, я не против, если тебе будет комфортно сидеть и смотреть на женщин, которые как бы голые. Как бы? Они классные. Что ты делаешь? Купальника нет, так что приходится импровизировать. Даже сексуальнее, чем в купальнике, потому что неожиданно и хорошо видна занято. Стой, ты будешь участвовать в конкурсе? Да. Победительница 500 баксов, вывеску видел? Да, но, наверное, нужно было заранее регистрироваться. И в этом проблема всех стихийных конкурсов бикини. Если честно, я тебе платил. Погоди, погоди. Я понимаю, в чем тут дело. Ты волнуешься, что все эти парни будут пускать слюни на меня? Не-а. О, боже, как это мило. Ну, не волнуйся. Ладно? Я здесь с тобой. Пришла с тобой и уйду с тобой. И очень тоже показательная была реакция парня в контраст в его поведении, что он такой, ну, может быть, тебе туда не идти, вот, ты уверена, а ты прям вот так будешь. А она, значит, вот так вот шортики подкатывает, тут вот так, говорит, мне босой быть или там в моих шлепанцах. И парень, сначала ему как-то было неловко, даже стыдно, что он с ней пришел. А потом, после ее танца, он совершенно по-другому стал себя вести. Он уже понял, что за штучку он выцепил себе, так скажем, с кем он связался. И в тот момент у него такой драйв появился. Я думаю, что именно в этот момент так как раз таки он в нее и влюбился. Я не могу не вставить фрагмент ее танца, пожалуйста, посмотрите, потому что это просто, это огонь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понимаете, вот вообще, какую человек обрел уверенность? Конечно же, любовь к себе, самоощущение, что я классная. И этот фильм как раз таки показывает на их отношениях с вот этим парнем, что сначала она, казалось бы, просто была ему неинтересна вообще, а потом он просто был в таком восторге. Он реально влюбился в ее энергию, в ее красоту. Она, можно сказать, заставила посмотреть на себя другими глазами. Действительно важно самоощущение. Все в голове. Не важно, как мы выглядим. Самое главное, как мы себя чувствуем. В этом фильме был классный фрагмент, когда она в конце, ну я не буду полностью его пересказывать, но, в общем-то, она в конце стоит на сцене и говорит, да, у меня тоже был период, когда я была там уверена, потом неуверена, и вот я выглядела вот так, когда я была уверена, вот так я была, когда я неуверена была в себе. Она разворачивается и видит, что она выглядела, что там, что там одинаково. Зрители в шоке такие, в чем разница? И после того, как она видит вот эти две картины, она разворачивается, и у нее прилив такой, энергии начинается. Она начинает топить там свою речь на этом выступлении. Здравствуйте, меня зовут Рене, и некоторые знают меня, как эту женщину. Гламурную, безупречную, само совершенство, но это не настоящая я. Это настоящая я. Я знаю, это две разные женщины. Но это все я. Дайте себе секунду, чтобы переварить это. Но в этой индустрии я была востребована, когда выглядела вот так. И вот когда я выглядела... Что? Нет никакой магии. Это я. И там, и там я. Это я. Я сделала все сама. То есть, понимаете, человек просто увидел объективно, это уже после того, как она потеряла свою уверенность, она увидела, что она одинаково выглядит. Все то же самое, только поменялось то, что в голове. Она на себя немножко другими глазами просто смотрела. Добавить вот человеку уверенности. И какой классной, манящей она стала, какая энергия исходила. Вот это вот джентльмены в тренде, поцелуйчики прохожим. Но как же это манит, и как же это действительно влюбляет. У нее ощущение, мир крутится вокруг нее. Она классная, обалденная, офигенная. А другой мысли просто она даже не запускает. У нее она даже не закрадывается, что она там какая-то не такая, что у нее там какой-то не такой рот, нос, глаза, понимаете? Просто человек кайфует. И все моментально считывают эту энергию и становятся, да, они смотрят на нее ее же глазами. Итак, понятно, что все мы когда-то сталкивались в жизни с такими просто красавицами. Лицо, это просто Ирина Шейк какая-нибудь, да? Вот просто и фигурка там модельная. Но она вот сидит, у нее лицо унылое, она какая-то вообще не такая, тихо говорит. И вот она никогда ее никто не заметит. И она никогда никого не зацепит, потому что нет этой энергии. И этот фильм меня вообще так впечатлил. Я думаю, вот что значит отнять у человека вот это самоощущение, вот эту какую-то энергию и все, все просто упадет. Я помню, мне ее было так жаль, вот этот момент, когда уверенность ушла. Когда она стоит, смотрит на себя в зеркало. И а где, а где, все, я стала страшная. Ты, наверное, меня ловила вот так вот просто. Что со мной случилось? Нет, 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 все пропало, пропало. Что? Я сказала, кто ты вообще? Взапотевшее зеркало и ударилось головой. И чары разрушились, и все пропало, пропало. Я так и знала, что это не может длиться вечно. С чего об этом? Какая же ты дура, Рене! Да что с тобой? Я опять стала с собой! Я считаю, что этот фильм просто достоин, я не знаю, Оскаров, всех возможных наград, потому что вот так круто нам показали, что вообще похер, как ты выглядишь, самое главное, как ты себя чувствуешь. И все остальные считывают эту твою энергию. Уверенному человеку открыты все двери. Поэтому я прям в таком пребывала в восторге. И я думаю, у моей девочки, у которых, может, есть какие-то такие мысли в голове, что есть какая-то неуверенность. Уверенность. Просто попытайтесь себя попадавать по-другому. Одно ощущение, одна мысль того, что не только красота дает нам уверенность. Там как раз-таки в этом фильме показано, что просто такая красоточка вся, и лицо, и губы, зубы, и фигура, все при ней. Но при этом она говорит, я такая неуверенная в себе, у меня все парни бросают, у меня такие проблемы с самоощущением. И она говорит, ты? Ты так думаешь? Ты мне бы твои проблемы, серьезно? Но ни она ее не поймет, ни та ее не поймет, потому что ни та, ни та не видит своими глазами. У каждого есть свои проблемы. И даже у какой-то там супер-классной девушки она может себя считать такой уродиной. А такая вот, знаете, страшная на первый взгляд девушка будет считать, что она просто может дать фору, я не знаю, Анджелине Джоли и всем остальным мировым красоткам. Ах, если бы я имела такую внешность, я была бы уверена, сколько этих жертв, ринопластики, губ и всех остальных, когда они делают, и им это в итоге не помогает. Они остаются такими же неуверенными и закомплексованными. Закон в том, что внешность в принципе не важна. Важна только, конечно же, опрятность, я считаю, не без этого. Сделать все выгладиться, максимально пытаться закрашивать какие-то свои недостатки, работать над фигурой, над, я не знаю, над ртом, над всем. Над чем вы можете поработать? Вот этот вот такой, да, закон, так скажем, природы, человечества, в том, что ты можешь влюбиться на первый взгляд даже в какого-то некрасивого человека. В моменте, когда ты влюблен. Кстати, у кого такое было? Вот сейчас затрону тему. У кого такое было, когда вы сколько-то там лет назад были влюблены в какого-то парня, а потом смотрите на него спустя какое-то время и думаете ТВОЮ МЫШЬ! Что это? Кто это? То есть, когда нам бьют вот эти все гормоны в голову, в сердце, куда угодно, мы думаем, боже, он просто секс-символ, какой же он красивый. А потом, когда эти гормоны перестают бить, мы видим, собственно, ситуацию объективно. Ну, просто я хочу этим сказать, что человек с такой энергией, он даже если вы на первый взгляд увидите, там не влюбитесь, он к вам подойдет, и эта энергия вас просто окутает. Поэтому, девчоночки мои, все вы способны стопудово быть вот такими красивыми, зажигательными, красотками. И абсолютно не важно, как там по факту вы выглядите, какой у вас вес и все остальное. Понимаете, это все не делает нас какими-то уверенными, притягательными и так далее. В общем, обязательно я жду вас в комментариях. Расскажите, как вам вообще этот обзор на фильм, смотрели ли вы его, посмотрите. Обязательно, в общем, я жду вас в комментариях. Ну и, конечно же, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на этот канал, бейте в колокол для того, чтобы быть в курсе всех событий и не терять меня из виду. С вами была ваша Карина. Я сейчас обязательно выпью за то, чтобы вы у меня стали моими красотками на всю голову. Давайте, давайте, я с вами. Теперь все точно сбудется. До встречи в моих следующих роликах. Пока-пока!